Всем доброго времени суток, мужики! И это не типичный танковый контент, а обзор на монитор. На этом моменте не советую вам выключать данный видос, а лучше досмотрите его до самого конца, так как там вас ждет халява. Итак, поехали. Компания BenQ любезно мне предоставила свой мониторный обзор. Модель BenQ EL2870U. Это Ultra HD 4K монитор с диагональю в 28 дюймов. Внешне он смотрится довольно эстетично, но лакированный пластик добавляет немножко красок и в целом создается довольно-таки презентабельный и лаконичный вид. По тактильным ощущениям все в порядке. Кнопочки на своих стандартных местах ощущаются довольно приятно и сбито. Сама сборка тоже неплохая, пластик не скрипит, элементы корпуса подогнаны хорошо. Я могу сравнивать в этом плане его со своим основным монитором, который в 2,5 раза дороже, но при этом качество сборки я бы сказал, что не на его стороне, а на стороне более дешевого данного монитора BenQ EL2870. Единственное, не хватает регулировки высоты. Это плохо? Ну, это необходимая экономия. У всех конкурентов данного монитора в этом бюджете ее нет, а появляется только на более дорогих моделях. Также в классических местах на задней стенке монитора находятся самые современные видеовходы HDMI версии 2, 2 штуки, и DisplayPort версии 1.4, также вход для питания и для наушников. Тут все как обычно. Главной отличительной особенностью этого монитора является его разрешение 3840х2160 с диагональю 28 дюймов. При этом сохраняется классическое разрешение 16х9. Считаю, что именно такая диагональ является самой оптимальной и компромиссной. 24 дюйма слишком мало для такого разрешения, а 32 это уже как телек на вашем столе за место привычного монитора, что не добавляет удобства в размещении своей тушки перед монитором. Единственное, что желательно при использовании данного монитора, выставить настройки масштабирования Windows. Приятно порадовал монитор в плане сохранения при больших углах четкости и понятности картинки. Также тут хорошая заводская калибровка и настройка матрицы, это хороший плюс. Подсветка без мерцания на всем диапазоне яркости, то есть подсветка не дает мерцания, что уменьшает нагрузку на глаза. Есть поддержка HDR, тоже круто. Матрица тут TN, частота кадров 60 Гц, время отклика по методике grey-to-grey 1 мс, что неплохо. В целом не лучший вариант, вы скажете, для сетевых шутеров, в принципе так и есть, но идеально для игр на прохождение и там, где не требуется максимальная ваша реакция и точность. Также есть два динамика, иногда нужная вещь. Управление функционалом монитора находится на стандартном месте, справа в нижнем углу. Есть одна кнопка на внешней панели, которая позволяет моментально выключить две функции. Это HDR и датчик регулировки яркости и температуры, подсветки монитора относительно освещения помещения. Очень удобная штука. То есть условно солнышко появилось, у вас монитор немножко погас, точнее ярче стал, солнышко ушло, наоборот. Настройок довольно много. Есть системные настройки, в которых вы меняете язык, громкость и так далее. А есть предустановленные настройки яркости, контрастности и гаммы. Они выделены в отдельный блок, в котором можно легко подходящий для себя вариант найти. Тут в принципе, как и везде. Есть еще один отдельный блок, Low Blue Light, в котором вы можете регулировать уровень излучения синего спектра. Рекомендую пользоваться данной функцией как можно чаще. В целом, монитор произвел положительное ощущение. Он очень неплох за свои деньги и может в полной мере дать возможность получать, так сказать, ультра HD удовольствие. А теперь самое вкусное. Я буду проводить розыгрыш данного монитора на своем канале. Произойдет это на одном из моих стримов в начале новая. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам требуется выполнить следующие условия. Итак, оставить комментарий под этим видео со своим игровым никнеймом. Очень важно правильно указать никнейм. Нужно быть подписанным на мой канал. В настройках также вашего YouTube профиля во вкладке конфиденциальность нужно убрать галочку с функции, которая звучит следующим образом. Не показывать информацию о моих подписках. Далее. Победитель должен будет убрать галочку в игре, которая звучит следующим образом. Принимать сообщения только от друзей. В противном случае я не смогу с вами связаться. Ну что же, товарищи, желаю вам новогоднего настроения и удачи. Увидимся на стримах и покедова.